Всем привет! Вы на канале Дети Звезд! Игорь Костолевский получил известность после того, как стал играть романтических героев. Поклонницы актера ценят его талант и харизматичность, но съемки фильмов, как правило, не обходятся без служебных романов. Так случилось и в отношениях с актрисой Еленой Романовой. Роман плавно перешел в брак, в котором звезды кино прожили 20 лет. Друзья и поклонники считали, что в семье царят идеальные отношения. Супружеская пара работала вместе в театре. В семье родился сын, и пара сплотилась на фоне болезни ребенка. Игорь был примерным семьянином. Новость о скорой свадьбе мужа и его уход из семьи стали для Елены как гром среди ясного неба. В прессе написали об изменах артиста с коллегой из Франции Консуэла де Авилан. Романова была в шоке от предательств и долго приходила в себя, прочитав интервью с мужем. После ухода любимого мужчины Елена долгое время не могла справиться с депрессией. Потребовались месяцы, чтобы снова полюбить жизнь. Сын Алексей помог матери выйти из затяжной депрессии и поддерживал артистку в нелегкое длине время. Парень видел, как тяжело было матери от предательства отца и отказался от общения со знаменитым папой. Алексей винил актера в страданиях матери. Через некоторое время Елена уговорила сына дать отцу еще один шанс и попытаться наладить отношения. Алексей и Игорь стали видеться, но вернуть былые теплые отношения отца и сына они не смогли. Сын Романовой стал студентом МГИМО, после чего получил образование режиссера в Голливуде. Америка оставила сильный отпечаток на сознании Костолевского-младшего. Алексей с головой ушел в религиозную тематику и начал пропагандировать философию в своем блоге. Парень даже на улице пытался привлечь людей к религиозным постулатам. Елена собралась силами и пережила черную полосу в своей жизни. Актриса до сих пор расстраивается, когда слышит, что новая жена Костолевского утверждает, что до нее артист никогда никого не любил. Многие поклонники творчества распавшейся семьи полагали, что жена – это только тень всеми любимого артиста. Но Елена доказала, что она сама много значит в театре и в кинематографе. Романову можно увидеть в спектаклях, сериалах и полнометражных фильмах. Женщина с головой ушла в работу и добилась успеха. Окрыленная новой жизнью, актриса не останавливается на достигнутом и отмечает, что испытания были и посланы свыше, чтобы стать сильнее. А какие роли Романовой запомнились вам больше всего? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова